МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы, напомню, всем на дне города, и зрители очень тепло вас приняли. Теперь вы очень известная личность. А что всему этому предшествовало? Наверняка была учеба, армия, выступления на других сценических площадках и так далее. У меня не было музыкальной школы, но у меня был хороший слух. Вот этим слухом как раз я везде пользовался. Наверное, подкупил комиссию, когда я поступал. Потому что без аккомпанемента я довольно чисто пою и не съезжаю из тональности, как многие артисты до эстрады, которые студийно нужно подтягивать специальными микшерами, чтобы они выглядели достойно на уровне теми, кто слышит. И вот я после армии поступил, отучился. Потом это было при консерватории Римского-Курсакова, музыкальный колледж. Там, конечно, я получил все азы. Потом Институт искусств. Потом рождение дочери. Потом Театр оперетты Краснодарской, где я шесть с половиной лет работал в труппе. А потом я приехал сюда. И с тех пор Вы здесь? Да, с тех пор я здесь. Но тоже восхождение такое певческое, оно тоже не сразу пришло. То есть я старался уходить как бы от этого. А все равно получается, что нужно петь. Это грех хранить то, что тебе дано от Бога в себе. То есть если это судьба, то лучше от нее не пытаться убежать? Да, не получится. А что касается детских лет? Неужели даже в кружке музыкальном не занимались и в хоре не пели, как многие дети? Я пел в хоре учителей запевалой. Это я точно помню, что с детьми возиться. Вот как-то мне всегда говорили, что подача текстовая в музыке превышает намного мой возраст. То есть тогда была модная Анна Герман. Я так пел ее песни, люди, в общем-то, рыдали и захлебываясь. С табуретки я пел, конечно, в детстве. А потом это все так вот наложилось каким-то своеобразным кубанским еще темпераментом, потому что Кубань тоже такая столица, где люди поют, почти все поют. Это, наверное, как во всех южных республиках. Вот я вот стал петь. Если не ошибаюсь, ваша служба в армии тоже была тесно связана с музыкой. Это правда? Правда. Я пришел туда, не было. Ну, был красный уголок, и стоял какой-то старенький в пыли инструмент музыкальный. Я обучил, кто у нас в роте, да, так сказать, играет. Мы сделали ансамбль, купили микрофоны. Да, Ямахи пошли, беспроводные микрофоны первые. И мы давали концерт, да, и там я начал пропагандировать, так сказать, нашу красивую, русскую, тогда еще, может, советскую, вот, эстраду, которой сейчас придерживаюсь, в общем-то, 90%. Ну, вы всегда хотели петь или, может быть, пробовали себе себя в роли бас-гитариста или барабанщика? И в роли пианиста пробовал, как бы, да, играть и компанировать. Это романс, это несложно. Любой, может, человек с маломальским слухом. А петь я всегда хотел. То есть, как только я вижу, где больше, чем больше зрителей, не просто за столом там 10 человек, а чем больше, тем меня разжигало, это еще массивнее, для того, чтобы я должен хотя бы на четверку выступить. И не хуже, чем это поют звезды, там, тогдашняя эстрада, да? А многие люди свои студенческие годы называют золотыми. Для вас студенческие годы какими были? Это были бесконечные выступления или это была только учеба? Вы знаете, когда приходишь, вот, берем, отрываем там самородка от его привычных занятий, которые не знают даже, где ноталя находится. Вот представьте, я первый год постигал с людьми, которые прошли подкурсы, музыкальную школу, вот эту всю грамоту. То есть то, что, наверное, в первом классе музыкальной школы изучают. Да, это для меня было сложно. У меня как раз это, не хочу учиться, хочу жениться, а меня тут одолевает музыкальная грамота, сольфеджио, элементарная теория музыки, плюс вокал. У меня был просто шикарный педагог. Великолепный. Таких людей нет, до сих пор я с ней общаюсь, да, приезжаю на родину. Учить себя уже фактически не даю, потому что уже какие-то накопил свои, вот, чайкинские, как я говорю, какие-то нотки, да, изюминки. А вот прислушивать до сих пор, там, говорит, Саша, вот здесь не так, здесь дыхание, вот, постарайся, там, вот, приблизить звук лучше. Кстати, как ее зовут? Мне кажется, ей как педагогу очень было бы приятно услышать себя, если она, например, на сайте посмотрит эту передачу. Лидия Михайловна Щербакова, заслуженный деятель культуры Краснодарского края, заслуженный педагог, в общем, мастер своего дела, завкафедры вокального мастерства. Я к ней попал, я счастлив, я просто ее обожаю. Эта женщина, мало того, что она хорошо обучена, она еще внутренне имеет задор, закалку, при любом состоянии горла петь. То есть, почему-то мороженое любит, мы с ней в кафе ели мороженое. У нее своих детей нет, она ко мне очень, сразу в приемной комиссии, как-то, как говорят, положила глаз, и я тоже энергетически пропитался ее всеми. В общем, я до сих пор ее не изменяю, у меня нет педагога, кроме нее. Вот, я считаю, что это правильно, хорошо. А почему вы выбрали именно оперетту? Ведь есть множество других жанров. Оперетта – это форма, это всегда азарт, это шарм, это сказка. Вырваться, например, от Октябрьского проспекта, зайти в районный дворец культуры, посмотрите оперетту за 150 рублей. Где красивые костюмы, где перья, боа, где красивые женщины, как вы ведущая. Спасибо. Где интеллигентные юноши, достаточно многолики мужчины, которые играют возрастные роли, и там тоже нужно амплуа такое достаточно сложное. Артисты, которые играли когда-то первые роли, голосовые, при потере голоса, ну, это после 60 лет, идут на третьи роли. Это найти в себе нужно смелость, чтобы сойти с дистанции и играть уже роль не первую. То есть я отдаю предпочтение, низкий поклон таким людям. Оперетта – это всегда, я даже повторяю, подчеркиваю, форма. Вокальная, дисциплина. С чем я и борюсь, кстати, во Дворце культуры. С дисциплиной. И актерской, и то, что на сцене происходит. Но зрители этого не видят. Они видят только, будто открылся заново, с аплодисментами, овация, овертюра и пошли петь. Кстати, как у творческих людей с дисциплиной? Трудно? Собрать первоначальные, вот, например. Сегодня репетируем с вами Марицу. В 6 часов репетиция. Нужно всегда на 40 минут репетицию, то есть… Объявлять время заранее, минут на 40. Да, потому что кто чай попить, кто горло откашлится, и кто тянется, бывает, по полчаса. Но я-то это знаю. Поэтому я к этому отношусь спокойно. А вот когда не светит свет, не работают микрофоны, не открывается во время занавес, тут я в полном бешенстве. А вы «Кристальный голос Москвы» – это официальное звание, которое вы честно завоевали в ходе конкурса. Расскажите, пожалуйста, об участии в этом конкурсе, как все сложилось, много ли было действительно достойных, сильных конкурентов. Москва, конечно, много. Я сюда приехал по приглашению… Я уже рассказывал когда-то вскорьсь. Я приехал по приглашению одного великого человека, продюсера, создателя своего, так сказать, ассоциации музыкальных продюсеров Москвы и России. Там и Матецкий, и Чита Пресняковых, Маликовых. Со знаменитыми людьми. Да, да. И он, когда мы приехали на «Золотую маску» в 2006 году, я раздал диски по всем, ну, как обычно молодежь делает. Хотя я уже был немолодой. Вот. И мне хотелось вот вырваться. И теперь я вырвался из плена, да, вперед. У меня действительно первый, кто позвонил, это был укупник и Виктор Дорохин с тобой в Воропаевой. Это творческий тандем. К сожалению, в прошлом году Виктора Дорохина не стало. Виктор Васильевич тяжело болел, умер. А осталась поэтесса, вот, Любовь Воропаева. Хорошая женщина, наверное, как все Любы, потому что у меня мама тоже Люба, я знаю, какие Любы есть. Вот. Они меня пригласили. Написали кое-какие песни, которые в мой репертуар вошли. И мы с ним сотрудничали три года. Я влетел в этот конкурс сразу на второй тур. Я пел «Красная стрела» Мажукова, Софии Михайловны Ротару. Но я себе сделал верхушек побольше, так как у меня есть диапазон голоса. Думаю, что не показать, да? Ну, роман взял «Гори горе, моя звезда» тоже с верхами. И конкурентов не было, потому что жанр был утерян. Итак, сегодня вы не только «Кристальный голос Москвы», но и руководитель Люберецкого театра «Опереты». Как возникла сама идея? Были ли люди, которые вас подтолкнули к этому, создать такой театр? Были. Когда я прослушался в «Мос-Оперету», попасть туда тоже очень сложно. А у меня там вообще нет, ну, как вам сказать, знакомых нет. Так. В общем, без гладицы, по-русски говоря. В своем театре я поступил, да? Как бы прослушался, все, потихоньку рос-рос-рос, играл, вообще чему-то научился. Думаю, пойду в «Оперету». С эстрадой так сложно. Иду по коридорам, на репетицию. Вдруг открывается дверь, выходит красивая женщина, принцесса «Оперета», ее все называли, Лилия Яковлевна Амарфий. Так, говорит, блондин, вы Александр, по-моему? Я вас через стенку слышу, как вы поете. Я говорю, да. У меня сын Александр, вообще мое любимое имя, у меня все в трупе Александры. Я вас приглашаю играть со мной спектакли, которые вот я вам сейчас назову. Некоторые роли я уже играл в том театре, в Краснодарском. Оставалось только их немножечко провихтовать под этот театр, под московский. Мы стали съездить на гастроли. Я обомлел, я не знал, что сказать от этой красивой женщины. Уже год, как ее не стало. А я все время смотрю дома. И мне кажется, что вот как она меня держала за руку, будучи народной артисткой, большой необъятной нашей страны, даже как и Шмыга, ушли жизни. Вот, я считаю, что несправедливо, что Господь отбирает хороших людей. И у меня не стало того цветка, на которого бы я ходил в Мосаперетту. 8 октября, ноября, будет концерт в Мосаперетте, посвященный памяти Лилии Марфи. Я тоже туда приглашу, буду смотреть, конечно, вспоминать эту красивую женщину. Что-то я у нее взял. Создать театр – дело наверняка непростое. Вообще непростое. Чья помощь потребовалась? Ведь нужно помещение, нужна труппа, интересные артисты. Как все это создавалось? Помещение есть. Так, сцена есть, что еще нет? Так, музыки нет. Лилия Коля мне многие минусовки презентовала. Оркестровый, нормальный оркестр играет. То есть, да, может, значит, оркестр не приглашать первые, пока театр не раскручится, как говорят. Так что, значит, надо пропагандировать с подмозгом наших маленьких, больших сцен, как триумфы, что это большая сцена. Там очень сложно держать зал. Мне очень нравится петь в триумфе, хотя концерта там довольно мало проходит, и собрать зал сложно. И я стал оперету петь. Включать в концертные номера оперету. Ирина Геннадьевна, я говорю, вы давно были в оперете Назарьевой? Да, но. А вот если, мистер Икс, давайте с Сильвы начнем. Классика, жанры. Артисты есть. Я стал их приглашать. Ирина Геннадьевна, я говорю, вот сколько-то нужно, ну, хотя бы для начала вливаний, чтобы я вам показал сказку. Годится? Годится. Я открыл свое концертное предприятие. У меня свои билеты. То есть я никак не затрагиваю ДК фактически. Мы только сделали им статус. Я могу вам даже по секрету сказать, что мы единственная за 50 лет организация театральная, которая зарегистрировала себя в РАО. Российское авторское общество. Я получил лицензию на право показывать спектакли по всей России за пределами ее. Сейчас, спустя несколько лет, что представляет собой репертуар театра? Наверняка это уже не только Сильва. Да, не только Сильва. И в Сильве уже поменялись два состава. Сейчас будет третий. Вот я зрителям даже забегаю вперед, говорю, что будет третий состав. Вот есть Морица. Мы ее вообще сделали в таком беглом режиме. Есть Золушка, музыкальный спектакль. Есть Вивата Перета. Есть классическая фиалка Ман Мартра. Это самый сложный спектакль в вокальном плане тоже. Он меня, говорю, выжил как лимон, потому что совмещать эстраду с классикой сложно. Я как бы солист. Вы знаете, тоже открою так за навесочку, скажу. Я когда просто намекнул, что будет ставиться фиалка Ман Мартра, у меня 12 актрис прослушивались на главную роль, и 8 мужчин на партию. Вот я уже никому не говорю. А мне, в общем-то, порадовать нечем. Настолько ограничены возможности сцены, самого дворца, что это все-таки не театр, а театральная труппа влилась во дворец, а не дворец подстроился. Вот люди многие этого не понимают. Я вынужден подстраиваться под то, что там есть и что действует, уже до меня сделано. А как получится все? Аплодисменты, наверное, свидетели того, что вот хотя бы на четверку получается. Если 150 рублей билет стоит в Аперето у меня, то, значит, обязательно я должен показать на четверку хотя бы результат. На всяком случае радует, что это доступно для большинства. Да. Сколько у меня благотворительных билетов я раздаю. Прямо ко мне приходят по 10, по 20, по 30, по целому ряду, во много ряда. То есть плюс ко всему вы еще ведете благотворительную деятельность и приглашаете людей, которые не могут купить билет. Да. И нормально, я не чувствую никакого, там, перед артистами угрызения совести. Они меня поддерживают, они меня понимают. Ведь не все держится на деньгах, и далеко искусство. Да если все будут думать об том, как обогатиться, то, конечно, у нас не будет никакой опереты. Можно ли говорить о том, что ваш театр – это некая стартовая площадка для молодых артистов? Или вы предпочитаете брать людей с опытом? С опытом на третьи роли, которые я говорил, возрастные. А в основном у меня молодые гитисовцы все, почти. Где-то уволились люди с театра, не поладились с режиссером. Говорят, у вас тут так душевно, так тепло, так просторно. У нас же не маленькая сцена в ДК. Она отвечает стандартам и переточным. И некоторые проходят практику. Героинь, которую мне давали петь в театрах, именно у меня. А потом туда возвращаются и говорят, а вы знаете, я спела «Фиалку», я спела «Сильва», у вас я играю «Ежиков», «Грибочков» и тому, «Бабу-Ягу». А там я, говорит, играю «Сильву». Что касается гастролей, удается ли выезжать куда-то за пределы Люберецкого района? Мне нельзя, знаете, что вот сложно самому пробить все выезды. Это возлагается на меня. Вообще творческому человеку, мне кажется, трудно заниматься организационной работой. Нет клоаки, которая бы вот это все делала. Понимаете, даже мне приходят пожилые люди, говорят, «Сашенька, дайте нам афиш штук 200, мы наклеим на северной части города». Еще и 20 билетов я им даю, да? Они мне сделают доброе дело, еще и придут с родственниками, со знакомыми, посмотрят спектакль. То есть даже такая бартерная сделка у меня получает. Я говорю, да нет, я сам. Да что же, я не могу наклеить. Идут, клеят. А иначе до двух часов ночи я сам это делаю. Перетяжки, беру покрепче людей, и мы все это делаем. Хотелось бы обратиться к теме юбилея. Скажу нашим телезрителям, что скоро исполняется 50 лет в Люберецком УДК, где собственный располагается театр. Какой-то сюрприз готовите? Ну, во-первых, сюрприз будет тем, что Александр Валентинович Щукин, наш глава комитета по культуре, ремонт делает. За 50 лет это единственный такой вот случай, когда сделан ремонт. Такой вот масштабный. Увидите, что у нас в фойе очень красивый зеркальный пол. Он блестит весь. Не в том смысле, что он из зеркала, а в том плане, что он глянцевый, очень красивый. Соответствует стандартам. Я планирую сольный концерт, конечно. Сейчас поменяется вся декорация сцены. Всю сцену разобрали, по новой делают. Я хочу сделать сольный концерт. И в честь того, что я не смог из-за ремонта свой день рождения отпраздновать. И я думаю, что как раз свой день рождения, день рождения ДК, я совмещу и сделаю концерт такой. ДК поздравляет Александра Чайка и наоборот. Вот так. Сольная программа на два часа. Это будет в декабре где-то. Вы, как артист, обычно предстаете перед зрителем в разных образах. А какой вы в жизни? И вообще ваш сценический образ, он как-то совпадает с тем, какой вы в жизни? Не хочу повторяться, как Алла Пугачева, наша звезда. Надеваешь маску иногда. Или встаешь и видишь, что на улице серо. Все. А у тебя сегодня репетиция вечером. Ну нет, ты не можешь быть серым. Надо одевать эту маску. Ну-ка включи какую-нибудь арию себе. Спой дома. Пусть соседи послушают. Может, ты поднимешь себе настроение. Может, у тебя закипит кровь. Я редко хожу в магазины, потому что я устаю от людей. И когда с автобуса машут мне люди, там узнают, мне, конечно, очень приятно. Но есть такие, которые посреди зала встают и говорят, когда я уже три часа отпел микрофон, говорят, а теперь бы я хотел о вас без микрофона послушать. Вот, думаю, вот бы так сказали Филиппу Киркорову или Николаю Баскову. Вот тем же самым, чтобы ответить. И зрители говорят, да сядьте вы, не мешайте. Такой концерт красивый, вы все испортили вот этим. Нормально я реагирую. И когда прямой эфир у меня на радио, в рубрике «Маэстро», я тоже нормально реагирую на это. Я нормальный земной человек. Наверное, я земной на 20%, а 80% нереально вообще. Кстати, у нас осталось не так много времени. Хотела бы затронуть вопрос по поводу вашей работы на радио. При всей своей безумной загруженности вы успеваете еще приходить на радио и вести свою программу. А когда вас можно услышать и какие темы обсуждаете? Обожаю общаться с публикой, особенно в прямом эфире. У меня даже есть записи. Ой, как люди бурно по телефону все это. Я даже разыгрывал билеты на свои спектакли. Как раз вот благодаря этой рубрике. Спасибо организаторам вообще радио, что оно есть. Рубрика «Маэстро» выходит каждый четверг. 18.20 и до 19 часов. Мы слушаем оперетту, эстрадную классику, разбираем голоса у кого какие, какая постановка, кто субредка в оперете, кто проста, кто героиня. Кальмана, Легара, Штрауса, Дунаевского, Милюкина слушаем. То есть вот 35 минут удовольствия. Я веду, конечно, с удовольствием эту программу. Я люблю. И главное, есть обратная связь со слушателями. Да. И они в курсе. И я доволен. Ну что же, на этой позитивной ноте я хотела бы завершить нашу программу и напомнить нашим телезрителям, что сегодня гостем студии был руководитель Люберецкого театра «Оперетта», победитель конкурса «Кристальный голос Москвы» Александр Чайко. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам на передачу. Я желаю вам творческих успехов, уважаемые телезрители. А на этом все. И до встречи в эфире.